Конкурс профессионального мастерства «Золотые руки» проходит в юбилейный 60-й раз. Но его главная цель остается прежней – выявить талантливую рабочую молодежь и помочь ему совершенствовать свои профессиональные качества и навыки. Каждому в любой профессии необходимо признание, что он хороший специалист, что он лучший. И сейчас тот конкурс, который сегодня, будет подтверждение этому. С каждым годом это соревнование профессионального мастерства становится все популярнее. Число конкурсантов растет. В этот раз в «Золотых руках» приняли участие около 200 молодых рабочих из Ядерного центра, Нижегородского института имени Седокова и Саровского техникума имени Музруква. Роман Белухин работает в Ядерном центре с 1999 года и уже не раз принимал участие в соревнованиях. Уже сбился со счет какой раз? С 2012 года. То есть заводские, городские. А почему? Ну, для повышения авторитета. Если в цехе, где соревновались токари, было шумно и гудели станки, на рабочих местах радиомонтажников стояла максимальная тишина. Люди этой профессии работают с мелкими радиоэлементами, резисторами, диодами, конденсаторами. А значит, чтобы справиться со своим заданием, им необходимо быть максимально собранными. Каждому выдана заготовка в виде печатной платы. Выдано электрорадиоэлементы, которые они должны смонтировать на печатную плату по чертежу. С учетом всех требований ГОСТов и конструкторской депутации. Впервые в этом году за звание лучшего поборолись и инженеры-конструкторы. Задания для этой номинации организаторы сделали приближенными к соревнованиям AtomSkills. Поэтому конкурсантам предстояло решить интересные и нестандартные задачи, с которыми они никогда не сталкивались в своей работе за очень малый промежуток времени. Мы привыкли все обдумывать, продумывать, выставлять, все четно-скорпулезно делать. И поэтому на создание у нас деталей уходит очень много времени. В плане того, что мы их продумываем очень хорошо и много. А AtomSkills подразумевает именно конструирование во стрессовой ситуации. Участников всего конкурса «Золотые руки-2018» оценивал компетентное жюри в составе 69 человек. Торжественное награждение победителей призеров пройдет 12 октября в молодежном центре. Мария Рунечка, Стадин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.